О, я помнишь, еще раньше был имбирный твикс? Вот это ностальгия по прошлому. Помню, конечно. Вот только неправильно говорить «ностальгия по прошлому». Это же плеоназм. Это что, еще один литературный троп? Не угадал. Плеоназм – это речевая избыточность. Речевая избыточность? Другими словами – это оборот речи, слова в котором полностью или частично дублируют смысл друг друга. Например, утренний рассвет или по моему личному мнению. Что-то я не въехал. Я бы так и сказал. А то, что достаточно сказать просто «рассвет» и по моему мнению. Потому что рассвет бывает только утром, а твое мнение и так личное. А! Б! Сидели на трубе? Кстати, плеоназмы бывают как неоправданными, так и наоборот. Скажем, когда писатель использует их намеренно. Например? Например, Достоевский в «Преступление и наказание» так писал про Раскольникова. «Давишний страх опять охватил его всего с ног до головы». То есть достаточно было сказать «его всего» или «с ног до головы?» Именно. Но Достоевский таким образом подчеркнул, в каком отчаянии находится герой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...